Первым событием в субботний день стала закладка памятной аллеи в сквере около костёла Карла Баромео. Дорожка здесь ещё раньше была вымощена плиткой-трелинкой. А накануне на улице Ленина появился обещанный подарок – скульптура, образ Палишука. Новосёл буквально сразу же стал объектом всеобщего интереса. Открытие же самого праздника, его официальная часть, началось с торжественного шествия трудовых коллективов. Это работники всех предприятий, организаций города, учреждений образования, культуры. В юбилейных мероприятиях приняли участие делегации из пяти стран. Это представители Украины, Польши, Германии, Китая, России. С поздравлением прибыли и почётные гости из Беларуси. В их числе Иван Аскевич, председатель Следственного комитета, и первый заместитель председателя Брестского облсполкома Николай Токарь. Дорогие друзья, в этот замечательный день примите самые добрые поздравления с юбилеем города. Крепкого вам здоровья, достатка в ваших домах, удачи во всех начинаниях. С праздником, удачи, благополучия, успех во всех ваших делах. День рождения города – это ещё один важный повод подвести итоги и вручить соответствующие награды. В этом году пополнился список почётных граждан города Пинска. Этой честью достоин директор и тренер городского клуба «Карате Дуэдельвейс» Александр Шарко. Не остались без внимания и молодожёны, вступившие в брак именно в этот день. Череду трогательных моментов дополнил танцевальный подарок. И какой же юбилей может обойтись без праздничного торта? Украшением городского торжества стал совсем не сладкий, но большой и красивый двухъярусный торт. У подножия сцены он появился под звуки гимна города Пинска. Яркий момент в программе стал шоу «Велопробег для невест». Облачились девушки в свадебные костюмы самой разнообразной интерпретации. Здесь образы полисяночки, женщины-ковбоя, нежный в стиле ретро. Участницам предстояло не только пройти «Велопробег», но и показаться на публике во всей красе, показав при этом всю свою уникальность. По мнению жюри, лучшей среди них стала невеста в образе «Немного за 30». Я принимаю участие уже второй год. В прошлом, в 2016 году у меня не получилось занять первое место. Ну, а в этом – вуаля! Я победитель! Невесты кому уже за 35. День рождения города пинчан старались и развлечь, и удивить. И если не огромным флагом, то парапланы уж точно привлекли к себе массу внимания. Один за одним сменялись хореографические и вокальные номера. В субботу празднество продолжалось до позднего вечера и завершилось фаер-шоу фейерверком.